Чтобы проехать к маленькому селу Рокиты, в котором живет всего сотня человек, нужно точно знать, как ехать. Иначе можно застрять, что чуть не произошло с нами. Первая попытка добраться до села Рокиты у нас успехом не увенчалась. Мы ехали через село Топчиха, и дорожники, которые нам встретились на пути, развернули нас обратно, сказав, что нам лучше и не пытаться доехать этим путем. Поэтому нам пришлось сделать огромное кольцо в 300 километров, чтобы добраться до этого места. Единственный проезд к Рокитам через Павловск по лесу. Там дорогу чистит местное предприятие. А в самой деревне бураны намели несколько метров снега. И пока здесь не арендовали трактор, жители вручную рыли тропинки. Ну реально из деревни выехать не могли. То есть копали вручную лопатами, докопались там до определенного момента, устали, бросили, пошли домой. А на утро проснулись, опять все замело. Вот такие сугробы практически в мой рост, а может даже и повыше, есть не только в селе Рокиты и в целом в Топчихинском районе. Такие сугробы разбросаны сейчас по всему Алтайскому краю, особенно в маленьких поселениях и деревнях. Потому что техники катастрофически не хватает, особенно на такие чрезвычайные ситуации, как большой снегопад. Своего трактора в Рокитах нет, как и денег на него. И на три ближайших села всего две единицы техники, их арендуют участников. Район выделяет на это деньги и готов давать больше, да тракторов нет, как и трактористов. К слову, новость о том, что глава сельсовета уволился из-за снега фейк, заявил сам Вадим Шевченко. Причина отставки банальна, низкая зарплата. Что касается сугробов, местные с ними смирились. Претензий к властям не имеют, винят во всем бураны, которые, кстати, не останавливаются. К концу недели снова штормовое предупреждение. Похоже, что жителям деревень действительно потребуется много терпения и лопат. Полина Жданова, Александр Антропов, День с толком.